И накануне этого саммита в Пекин были приглашены по одному представителю из информационных агентств, из медиа, по одному представителю стран БРИКС, для того, чтобы иметь честь встретиться с председателем КНР, товарищем Сидзипинем, и задать ему вопросы для интервью. Сидзипинем Он был связан, он такой был обобщенный, он был связан и с развитием российско-китайских отношений, и про роль России в БРИКС, и вообще о значении БРИКС. Он, как в общении, очень доброжелательный. Вот когда с ним беседуете, он проявляет неподдельное внимание. Вот, казалось бы, такой великий лидер, а ему интересно, что вы скажете. У него такая, знаете, очень, я бы сказал, добрая улыбка. У него потрясающие умные глаза. Вот, когда посмотрите ему в глаза, видно, что этот человек все понимает, точно знает и оценивает все происходящее. Мы издали, ТАСС издал, вот книгу товарища Сидзипиня о государственном управлении. Я сам ее читал. Она, вот я вам покажу, она большая, полноценная. Здесь много страниц, я ее прочитал всю. И извлек для себя очень и очень много важной, полезной и очень нужной информации. Мы просили нашего президента Владимира Владимировича Путина, когда у него была встреча с товарищем Сидзипинем, мы попросили Владимира Владимировича Путина, чтобы он вот эту книгу ТАССовского издания о государственном управлении, автор Сидзипинь, вручил писателю Китая. Так оно и было. Внимательно слежу за его выступлениями, речами и на официальных партийных конференциях, съездах, и на других встречах. И в этом плане, когда товарищ Сидзипинь из лучшей цифры более 100 миллионов человек, которые смогла страна вывести из черты бедности, это, конечно, производит ошеломляюще сильное впечатление. Он на меня произвел впечатление очень глубокого человека с высочайшим аналитическим мышлением, с очень точными характеристиками, акцентами. И вот то, что он сказал о том, что народ превыше всего, это, ну, можно воспринимать как лозунг, что когда случается вот такая беда, и не только для Китая, а для всего мира, товарищ Сидзипинь лично возглавил борьбу против пандемии в Китае, контролировал эту ситуацию, я так понимаю, каждый день. То я понимаю, какого масштаба человек. Товарищ Сидзипинь. Еще одно качество, так сказать, момент хотел бы подчеркнуть. У товарищ Сидзипинь очень, я бы сказал, такое крепкое, такое, знаете, товарищеское рукопожатие. И мне на его вот это крепкое рукопожатие тоже захотелось так же, знаете, ответить, что я понимаю смысл вашего этого крепкого товарищеского рукопожатия.